Добрый день, коллеги! Позвольте мне рассказать немножко о стандартизации технологий блокчейн в международной организации SON. Не так давно был создан 307 комитет, который после долгих дискуссий официально теперь называется Blockchain Distributed Ledger Technologies, технологий блокчейн и распределенных реестров. Первое заседание было в апреле этого года и в нем принимало участие 17 стран. По состоянию на вчера я посмотрел, что уже 33 страны завели своих экспертов в ту или иную группу как членами комитета. Меньше чем там за два месяца комитет вырос практически в два раза. Председательствует комитетом и управляет это Австралия, как ни парадоксально. И структурный комитет сейчас состоит из шести рабочих групп. И я вот кратенько расскажу про каждую из них. Значит, первая рабочая группа была создана по исследованию и формированию общей терминологии. Вот наш опыт участия в заседании показал, что в принципе, что такое блокчейн понимают все, но при этом все его понимают немножко по-своему. И прежде чем работать над стандартами и над какой-то там областью, нужно договориться о терминах. Вот, собственно говоря, это решение было принято. Сейчас опубликован первый проект минимального набора общих терминов и определения технологии блокчейн. Вторая рабочая группа, ну она называется Study Group, это термин ИСО, это эталонная архитектура, классификация и систематизация. То есть это основной задачей этой группы. Планируется разработка эталонной модели или моделей блокчейнов или реестров, также определение принципов ее классификации, систематизации для того, чтобы создать некоторые рекомендации, как их разрабатывать и некую такую вот подспорье при разработке новых систем. Вторая исследовательская группа, это сценарии использования, но она вот по названию самая очевидная ее задача. Планируется, что она будет исследовать типовые сценарии использования, внедрения, как существующих, так и новых. Рабочая группа по безопасности и конфиденциальности, которую мы возглавляем в отеле России и ЭТК-26. Основной задачей на первый этап мы видим рассмотрение текущих стандартов в области безопасности, их применимость к технологии блокчейн, построение некоторой модели угроз для блокчейна, анализ, применимые ли классические криптографические методы и протоколы, стандарты к технологии блокчейна, либо это требует какого-то существенного изменения и пересмотра этих моделей, формирования новых протоколов. Ну, в общем, весь спектр связан с безопасностью и конфиденциальностью попадает в поле зрения этой группы. Четвертая исследовательская группа – это Identity. Задача которой планируется встать в качестве объекта исследования, изучения, формирование некоторого набора признаков минимального, избыточного с учетом сценариев использования или просто с учетом специфики применения технологии блокчейн, который бы позволил однозначно и достоверно идентифицировать объекты внутри системы. И пятая исследовательская группа – это группа по смарт-контрактам. Здесь, помимо самих технологических аспектов смарт-контрактов, большое внимание планируется уделить также систематизации и взаимосвязи смарт-контракта как технологии и смарт-контракта с точки зрения юридической. Каким образом придать юридическую значимость тому или иному действию внутри смарт-контракта, как их осматривать, как разрешать споры, спорные ситуации и так далее. Но опять же, эта структура была создана только в апреле, и поэтому каждая рабочая группа сейчас находится в такой начальной стадии, когда спектр задач открыт и ждет предложений от участников экспертного сообщества, которые входят в этот комитет. Немножко вкратце, как сам процесс стандартизации происходит. Каждый комитет ИСО проводит очные встречи либо всего комитета, либо каких-то рабочих групп. ИСО требует проведения этих встреч дважды в год. Помимо этого, естественно, ведется такой офлайн-постоянный обмен информацией через портал ИСО, который там постоянно модифицируется, достаточно удобен в плане взаимодействия и коммуникации. И вот новая технология, относительно новая технология, которая используется им в этом комитете, это телеконференции через веб-приложения, которые поддерживаются ИСО, куда приглашаются все участники той или иной рабочей группы поучаствовать, пообсуждать. Но первый опыт моего участия в этих мероприятиях пока достаточно такая технология сырая. И когда в очной дискуссии как-то можно установить границы дискуссии, как обсуждать, кто говорит что. Но когда это собирается 90 человек в виртуальной комнате, порой возникает очень такой большой, ну как можно назвать, много шума, а сути мало. То есть при этом очень трудно, с учетом того, что участниками являются все страны континента и множество часовых поясов, то практически найти время, когда всем было бы более-менее удобно, и так, чтобы никто не обиделся, это вот пока вопрос открытый. Но по крайней мере технология применяется, с учетом того, что блокчейн сам по себе новые технологии, вот эти вот новые они пытаются тестировать. Ну и немножко такие проблемы глобальные и общие для технологии, что предстоит решить в плане стандартизации, в плане работы над технологией. То есть прежде всего терминология, то есть определить тот спектр, договориться всем, разговаривать на одном языке, одними терминами, одними подходами с общих позиций. Далее большой вопрос, что все-таки стандартизировать в этой технологии, что это должно быть. То ли это некоторая модель, то ли это некоторые протоколы, то ли, может быть, это какие-то функциональные требования, нефункциональные требования к системе. То есть это тоже такой вопрос, на текущий момент открытый, который требует проработки, ждет своих предложений. Опять же, какой набор стандартов принять и в какой последовательности, какие стандарты должны быть первыми, какие должны быть после. То есть это вопросы, которые тоже требуют своего решения. И вот дискуссии, которые разразились на полях первого заседания комитета, связываются на том, что достаточно большие опасения, что стандартизация на ранних стадиях, когда, собственно говоря, технология еще не сформировалась, как отрасли, от которой не сложились какие-то базовые принципы, будучи подвергнута стандартизации на этих ранних этапах, может быть поставлена в очень жесткие рамки. При этом достаточно большие дискуссии были по поводу безопасности, в частности, что излишняя стандартизация безопасности просто не даст развиваться технологии. Ну и в заключение хочу сказать, что комитет новый, новые подходы, новые возможности и новая модель, при этом новые угрозы. И с нашей стороны России, на мой взгляд, важно предотвратить такое хаотичное развитие технологий, более того, внедрение его в важных отраслях. И работа вот в международном стандартизации позволяет и получить доступ к самым передовым технологиям, новой информации, а также дает большую платформу для влияния на процессы стандартизации. То есть мы находимся в такой уникальной ситуации, когда в новой технологии, в новом этапе стандартизации, в первом, мы можем не только пытаться встраиваться в ту систему стандартов, которая существует в мире, но определенным образом влиять на тот спектр стандарт, который будет разрабатываться. И закладывать туда те принципы, которые нам интересны, важны, и они будут распространены на все стандарты мировые. И опять же, снова скажу, что в России эту работу курирует технический комитет 26, и мы приглашаем общественность активно включиться в этот процесс, заинтересованную в технологии блокчейн, пообсуждать, посмотреть, сформировать некий там перечень стандартов, которые мы будем дальше продвигать.